Добрый день, дорогие друзья! Дорогие слушатели, тема нашей сегодняшней лекции – обряды и обычаи России. Многовековая история России находит отражение не только в старинных документах и хрониках, но и в обрядах и обычаях, которые сформировались в течение долгих столетий. У этих обычаев различное происхождение. Некоторые из них связаны с язычеством древних славян, другие появились с крещением Руси, а некоторые сочетают в себе элементы и языческих, и христианских обычаев. Например, с дохристианским периодом истории связана Масленица. Обычай празднования Святой Пасхи возник после принятия христианства на Руси, а Рождество соединяет различные по происхождению обычаи. Обрядовые песни-калятки обычно пели в языческие времена. Основные моменты. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Роль общины в жизни человека. Второй. Средневековые принципы жизни и быта, изложенные в домострое. Третий. Русское хлебосольство, дары гостей и традиция тостов. Четвертый. Обряд крещения. Пятый. Русские свадебные традиции. Сватовство, помолвка, венчание, регистрация брака. Шестой. Похоронный обряд у русских. Панихида, отпевание, погребение, поминки. Роль общины в жизни человека. В жизни русского человека большую роль играла община или мир, а он сам звался мирянин, которая управляла всей жизнью, строила модель поведения и диктовала правила. В общине воспитывался особый взгляд на жизнь, где главными были верность традициям, взаимопомощь, желание быть равным всем остальным. Община влияла на человека и воспитывала его частью коллектива. А потому, например, было не принято якать, то есть начинать предложение с я. Я – последняя буква в алфавите. И сейчас в русском языке считается более предпочтительным употребить безличное предложение. Мне хочется, чем сказать я хочу. Роль общины в жизни человека. Необходимыми чертами характера русского человека считались скромность и стыдливость. Неприличным считалось проявлять сильные эмоции перед людьми. Даже смеяться лучше было, прикрывая рот рукой или уголком платка девушки или женщины. Домострой. Существует огромное количество различных обрядов и обычаев, а также определенных суеверий на Руси. Но самые основные касались важнейших этапов жизни человека и фиксировались в памяти народной, формируя определенную последовательность традиций, связанных с тем или иным событием. Самые главные русские традиции связаны с семейной жизнью и бытом семьи. В XVI веке на Руси была издана книга Домострой, в которой излагались правила семейной и общественной жизни русского человека. Надо сказать, что издревле одними из самых популярных жанров литературы были поучения. Они поучали человека, как жить, как себя вести и так далее. Особо известными среди них были поучения Владимира Мономаха, слова на поучение ко всем крестьянам и другие. Домострой вобрал в себя этот жанр, несколько популяризировав его. Само название Домострой было связано с мироощущением человека. Дом – это место, где ты вообще живешь, так сказать, среда обитания, а не только жилище. Дом – это символ единства семьи, рода, символ счастья и уюта. Именно Дом создает определенную картину мира. Четыре стены – четыре стороны света. Фундамент – это земля, на которой ты живешь, а крыша – небо над тобой. Дом и человек зависят друг от друга. Человек сам строит свой дом, создает мир, в котором будет жить. А потому название книги является таким символическим. Домострой о правилах семейной и общественной жизни. Что касается названия отдельных ее глав, то они касались организации всей жизни. Как в чистоте содержать жилища, как царя и князя чтить, и во всем им повиноваться, и правдой служить им во всем, в большом и малом, а также больным и немощным служить, любому человеку, кто бы он ни был. Как человеку жить посредством своим, как воспитывать дочерей и замуж их выдавать, как учить своих детей, как огородом и садом заниматься, как мужу воспитывать свою жену, чтобы могла дом свой получше устроить, и рукоделие всякое знать, и слуг обучать, а самой трудиться. Как жене носить разную одежду, и как шить ее, и даже, как лучше с торговцами расплачиваться. Домострой о правилах семейной и общественной жизни Книга заканчивалась обращением автора, монаха Сильвестра, к сыну своему о том, как правильно жить. В книге было много приложений, где приводились советы по разного рода домашним сельскохозяйственным вопросам, а также описывались разнообразные лекарственные травы от различного рода заболеваний. Средневековые принципы жизни и быта В домострое отразились средневековые принципы жизни и быта Главой семьи являлся муж Жена должна была быть послушной и хорошей хозяйкой Вместе они представляли пару супругов Соплуг, вместе идущие в плуге, в упряжке И идеальная семейная жизнь основывалась на согласии между ними Таковы были правила русской жизни средневековья Преемственность традиций В современном русском обществе сохранились многие традиции и обычаи прошлого Как и определенные правила семейной жизни и быта Не утратила своей значимости традиция особенным образом отмечать важные события в жизни человека В особенности это касается вопросов создания семьи, рождения человека, похорон Сопровождающие эти события обряды и традиции сохранились в современном обществе Хотя и модернизировались В чем-то упростились, а в чем-то, возможно, стали более сложными Традиция гостеприимства Одной из важнейших традиций является прием гостей Традиция гостеприимства Русское гостеприимство общеизвестно Русские люди приглашают в гости даже малознакомых людей Угощают В русских народных сказках традиция гостеприимства отразилась довольно забавным образом Герой попадает к бабе Яге, которая собирается его съесть И останавливает ее словами Ты меня сначала напои-накорми, в баньке скупай, а потом расспрашивай На самом деле, во время угощения происходит процесс знакомства И баба Яга становится помощницей, покровительницей героя Русское хлебосольство У русских людей есть понятие хлебосольство Хлеб да соль Это означает щедрое угощение гостей Еда на столе должна быть многообразной Это еще называется разносолами кормить По традиции для гостей выставляются самые лучшие блюда, которые только может представить хозяйка Даже если вы случайно попадаете в гости Или приглашение получилось спонтанным Вас угостят хотя бы чаем, а к чаю бутербродами или чем-то сладким В гостях у русских К близким знакомым и соседям в России принято было ходить без приглашения Хотя в сегодняшние дни все-таки лучше заранее договориться о визитах Незваный гость хуже татарина, утверждает русская пословица Русские приглашают в гости, как правило, в устной форме И если речь идет о большом торжественном событии, свадьба и юбилей Тогда делается это приглашение заранее В России принято немного опаздывать 15-20 минут опоздания считается даже проявлением уважения к хозяевам Вдруг они не успели подготовиться к назначенному сроку Но если опоздать на значительное время на застолье, то семеро одного не ждут Все будут уже сидеть за столом, а вам нальют штрафную рюмку Традиция сидеть за общим столом Надо сказать, что русские предпочитают сидеть за одним общим столом А потому, если гостей много, то все столы в доме будут сдвинуты в один И то же самое попросят сделать в ресторане Общение должно быть групповым, а мужчины должны сидеть вместе с женщинами В свое время Петр I отменил традицию между мужчинами и женщинами сидеть за разными столами Особенное место в русском доме – это кухня Причем именно московская кухня, которая, впрочем, может быть в любом другом городе Так принято называть знаменитые встречи-посиделки на кухне Где за чашкой чая в непередаваемо теплой обстановке, задушевной беседе С вами будут говорить о судьбе России В современной ситуации, в смысле жизни, равно как и о мелких бытовых проблемах Все самые важные вопросы русские любят обсуждать на кухне В самом уютном, по их мнению, месте дома И если за большим столом еще соблюдается правило рассаживания гостей Почетные гости сидят лицом к входным дверям И справа от хозяйки дома – почетный гость мужчина А справа от хозяйки дома – самое почетное гостье То на кухне скорее подсаживаются на свободные места без каких-либо церемоний и правил Традиция – тостов За русским столом нет особой последовательности блюд Как и нет норм употребления напитков с определенными блюдами Все напитки стоят на столе одновременно И присутствующие сами выбирают, что им пить и чем закусывать Потому что закуска также стоит в перемешку и не выносится до самого конца застолья За столом принято произносить тосты Эта традиция пришла в Россию не так давно из Грузии На Кавказе произносят длинные поэтические и философские тосты И существует определенный сценарий их произношения Тосты за русским столом более короткие Но тем не менее они способствуют созданию особого праздничного настроения И атмосфере торжественности Перед каждым тостом принято доливать рюмку А тост положено произносить стоя После тоста присутствующие чокаются стаканами, приветствуя вышесказанное Обычай дарить подарки Если приглашение в гости официальное, то все гости придут с подарками Ценность которых зависит от происходящего события и степени родства с хозяевами В России не принято дарить ножи и разные острые предметы Считается, что это к ссоре Платки говорят к слезам А если дарится кошелек, то хорошо положить в него монетку к деньгам Обычай дарить подарки Ну а если приглашение неофициальное, то есть без особого повода То достаточно принести с собой бутылку вина или шампанского, торт или конфеты Что-то съедобное, что поможет хозяевам накрыть спонтанно организованный стол Хозяйки всегда доставят удовольствие цветы Вот только приносить надо нечетное количество Если только это не букет полевых цветов Четное количество принято носить на поминки или похороны Обряд крещения Одним из важных обрядов и на сегодняшний день является обряд крещения ребенка Надо сказать, что русские всегда спешили окрестить младенца Чтобы он меньше болел Чтобы был под божественной защитой И чаще всего крещение происходило на восьмой или на сороковой день Так как эти числа напоминали о младенческой жизни Иисуса Христа Имя давали, как правило, по имени Святого, который выпадал на день рождения или крещения младенца Очень важным являлся и является сейчас выбор крестного отца и крестной матери В особенности матери, поскольку считается, что эти люди должны всю жизнь играть очень важную роль в воспитании, образовании и развитии своего крестника или крестницы Новый христианин При крещении родители в церкви могут не присутствовать Их функцию заботы о младенце выполняют крестные Следует процедура, называемая таинством крещения Омовение ребенка А затем миропомазание Обряд приема в церковную общину После которой на новорожденного надеваются подаренные крестными, освященные священником, крестики Как правило, серебряные или золотые Все присутствующие поздравляют близких людей и друг друга с новым христианином После обряда в тот же день устраивается небольшое А ранее это было очень пышное празднование Куда приглашаются крестные, близкие родственники и друзья Крестные считаются очень близкими людьми Они приравнены к ровным родственникам И как невозможны были браки между близкими родственниками Так считалось, что они невозможны между семьями крестных и крестника Или крестницы До самого седьмого колена То есть после шести потомков Русская свадьба Ни жена, ни человек Холостой полчеловека Говорит старая русская пословица А потому Одними из самых важных обычаев Считается русская свадьба Традиционная свадьба на Руси имела и имеет массу региональных вариантов Она отличается даже в одном и том же регионе Тем не менее существуют определенные этапы Вступления в брак, которые соблюдаются и в наши дни Таким образом, можно сказать, что свадьба Это определенный сценарий В котором несколько героев Несколько эпизодов И все они могут быть поделены на предсвадебный, свадебный и послесвадебный периоды Свадебные традиции Сватовство Тили-тили тесто Жених да невеста Конфетно-букетный период Взаимоотношений между людьми Как его называют в России сейчас Раньше будущих супругов подыскивали сами родители или сваты Знакомые или специальные люди Занимавшиеся подбором женихов невест И получавшие за это подарки, а то и деньги Сейчас люди сами решают, на ком жениться Или за кого выходить замуж Но сохранилась традиция По которой, получив согласие выйти за него замуж Жених должен отправиться к родителям невесты И попросить разрешения о женитьбе у них Но, если при этой встрече в свадовстве Раньше невеста не должна была присутствовать То сейчас она, как правило, приходит вместе со своим женихом Свадебные традиции Помолвка После получения согласия на брак Благословления со стороны родителей невесты Им необходимо встретиться и познакомиться с родителями жениха А также договориться об организации свадебной церемонии Родители жениха звонят родителям невесты И договариваются о встрече Зачастую такую встречу называют помолвкой Потому что невесте приносятся подарки Заносятся заявления в ЗАГС Запись актов гражданского состояния Это орган, регистрирующий различного рода гражданские акты Или решается вопрос о его занесении В ЗАГСе устанавливается день свадьбы Помолвку устраивают, как правило, родители невесты А приглашаются только очень близкие друзья и родственники Свадебная церемония Обязательными участниками свадебной церемонии Являются свидетель и свидетельница Шафер или дружка жениха И подружка невесты Как правило, еще не женатые, не замужние друзья Обмен кольцами происходит обычно в ЗАГСе Во время свадебной церемонии Хотя жених может купить невесте кольцо И на время помолвки Гости на свадьбу приходят обязательно с подарками для молодых Жених и невеста Это, как правило, бытовые приборы Хотя в последнее время очень часто стали дарить деньги в конвертах Свадьба длится, как правило, весь день Утром невеста и жених, свидетель и свидетельница надевают красивые наряды Жених и свидетель с букетом цветов отправляются за невестой Нередко, даже в сегодняшние дни, им приходится пройти старинный обряд выкупа невесты Выкуп невесты Регистрация брака Выкуп невесты сопровождается определенными заданиями для свидетелей жениха Выполнив которые, например, найти ключ от квартиры или комнаты, где держат невесту И заплатив определенную сумму денег, жениха пускают к невесте Они отправляются в ЗАГС или сначала в церковь, чтобы пройти обряд венчания Свадебный кортеж состоит, как правило, из нескольких автомобилей, украшенных цветами и лентами В ЗАГСе новобрачных ждет торжественная церемония На которой они, подтвердив согласие вступить в брак, ставят подписи в регистрационной книге И обмениваются кольцами и поцелуями Обряд венчания Что касается церемонии в церкви, священник также спрашивает согласие на вступление в брак Дает молодым зажженные венчальные свечи и приглашает их к алтарю Здесь, у алтаря, новобрачные подтверждают свои слова согласия Им возлагают венцы на голову, они пьют вино из одной чаши Затем, под песнопение, их трижды обводят вокруг икон Снимают венцы и читают молитвы Они также обмениваются освященными кольцами Свадебный банкет Торжественный свадебный банкет устраивается, как правило, в ресторане В центре – молодожены Слева от жениха – родители невесты Справа от невесты – родители жениха Хотя в последнее время более популярным стал отдельный стол для молодоженов и свидетелей А родители сидят во главе столов со всеми остальными гостями Свадебный стол бывает особенно пышным И главный его деталь – свадебный торт Который разрезает невеста и угощает всех окружающих Начиная с себя и своего супруга Свадебное застолье За свадебным столом произносится много тостов-здравец в честь молодых В последнее время по пришедшему с Кавказа обычаю стали выбирать главу стола – тамаду Который ведет действия за столом Произносит тосты и вообще создает особое праздничное настроение Именно тамада решает, кому следует произносить тост и предоставляет слово В конце застолья обязательно будет поднят бокал за молодых и за самого тамаду Который удачно справился со своими обязанностями По старой традиции может быть и второй день празднования Когда приглашаются только самые близкие родственники и друзья Невеста надевает нарядное платье, но не белого, а любого другого цвета Обряд похорон Две верных подруги, любовь и разлука Не ходят одна без другой Так поется в известной песне Булата Акуджавы Обряд похорон сохранил свои традиции Соблюдение определенных ритуальных действий является моральной обязанностью близких людей По отношению к умершему человеку Обряд похорон Наверное, самое большое количество обычаев и суеверий Сохранилось по отношению к утрате близких По традиции умершему сразу положено закрыть глаза А комнату, где он лежит, затемнить Все зеркала в доме должны быть закрыты или повернуты к стенам Даже стекла, отражающие силуэты, лучше закрыть материи Нельзя громко разговаривать Включать телевизор, радио и так далее На панихиду и похороны приносят цветы Четное количество Или траурные венки Панихида По православной русской традиции Хоронить принято на третий день после смерти До этого можно прийти на панихиду Посидеть на стуле возле гроба с усопшим Посочувствовать родственникам При этом необходимо надеть одежду темного цвета А близкие умершего будут в черном Символе траура Траур носит определенное время В зависимости от близости родства с умершим Самый долгий траур носит дава В течение года после смерти мужа Отпевание в церкви и обряд прощания Для верующих обязательным является Отпевание в церкви Специальная церемония панихида Для этого гроб с умершим Приносится в церковь Ставится посередине Открывается, чтобы умерший Лежал лицом к востоку Как бы молясь вместе с живыми Священник произносит молитву Следует обряд прощания После этого родственники и друзья Провожают гроб на кладбище Прощаются там с усопшим И бросают по горсти земли в его могилу Обряд поминок После похорон следуют поминки Это накрытый стол с определенными ритуальными блюдами Среди которых кутья Мы о ней упоминали в темах праздники и кухня С изюмом и орехами Постные блины, кисель По русской традиции На стол ставится стакан с водкой Накрытый кусочком черного хлеба В память об умершем На поминках присутствуют родственники и друзья Которые вспоминают умершего теплыми словами И выражаются чувства близким покойного Поминки устраиваются в день похорон На девятый и сороковой день Также принято устраивать поминки В первую годовщину смерти При этом можно заказывать Поминальную панихиду в церкви В гости ходят не только для удовольствия и развлечения Если в семье близкого человека случилась беда Принято прийти, поддержать его Выразить сочувствие Предложить помощь Да и просто отвлечь от тяжелых мыслей Даже развеселить Надо сказать, что обычаи и традиции на Руси Были всегда основным образом жизни Они были даже сильнее законов Поскольку законы могли поменяться А основные устои и порядки человеческого общества нет Хотя для русских всегда была характерна И терпимость к чужим правилам и обычаям Что край, то обычай Что народ, то и вера А что купец, то мера То есть у каждого своя Жить по правде считалось самым важным Причем правда часто смешивалась С понятием добра и сочувствия В ком добра нет, в том и правды мало Общепринятая фраза на Руси И известная всему миру доброта и широта русской души Характерная особенность русского человека в целом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok